МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Константин Переводчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Еще одна смерть. Как развивается ситуация с коронавирусом в СОРОВе? Недочеты при установке или активной эксплуатации? Мафы на детской площадке в парке вышли из строя. Живоносный источник продолжается восстановление церкви в честь иконы Божьей Матери. Далее расскажем обо всем подробно. На юге Европы снова фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. На курорты Средиземного моря возвращаются ограничения. Об ухудшении эпидемиологической ситуации сообщают, к примеру, в Испании. В разгар пандемии страна входила в лидеры по числу заболевших. Однако в июле власти отменили режим повышенной готовности. Именно с этим связывают новый рост числа инфицированных, пишет коммерсант. За неделю заболели более 25 тысяч человек. А всего с начала эпидемии выявлено более 330 тысяч случаев коронавируса. На Канарских островах из-за распространения инфекции вводится режим обязательного ношения масок на улицах. Закрываются дискотеки. Запрещено собираться компаниями более 10 человек. А также нельзя курить на террасах баров и ресторанов. Новые ограничительные меры вводят власти Греции. В частности, только до полуночи теперь работают рестораны на популярных среди туристов островах. А в отдельных регионах бары и рестораны закрываются до 24 августа. Рост количества заболевших наблюдается уже две недели, что также связывает с наплывом туристов. Если даже весной, в период действия карантина, количество заболевших не превышало 120 человек в день, то сейчас это число выросло до 250-260 в день. Во многом из-за приехавших туристов. При этом на всю страну приходится порядка 700 мест интенсивной терапии. Власти ужесточили некоторые меры. Например, ввели повсеместное ношение масок в закрытых помещениях. На пляжах распорядились соблюдать меры социального дистанцирования. Турция приблизилась ко второму пику первой волны коронавируса. Заявили в сообществе таракальных хирургов. Как отметили в организации, число суточных заражений продолжает расти. Предположительно, из-за ослабления ограничений. Наибольшие природы фиксировали после празднования Курбан-Байрана. У многих врачей наблюдается выгорание. В нашей стране провели исследование популяционного иммунитета. Исходя из полученных результатов, Роспотребнадзор назвал 7 регионов, в которых у 20% жителей есть иммунитет к коронавирусу. Это Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области. По состоянию на 18 августа в России зафиксировано более 932 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 4748 новых больных. 742 тысячи россиян выздоровели. 15 872 человека скончались. 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Нижегородской области на 18 августа. Общее число жителей региона с COVID-19 приближается к 26 тысячам человек, сообщили в региональном Минздраве. Около 1800 нижегородцев находятся на амбулаторном лечении. То есть болезнь у них протекает в легкой или бессимптомной форме. 850 человек лечатся в больницах. Почти 23 тысячи, около 88% уже здоровы. За последние сутки из больницы выписаны еще 228 человек. 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Сарове за минувшие сутки. Выздоровели еще 25 человек. Из тех, кто продолжает болеть, 24 человека госпитализированы в инфекционное отделение КБН-50. Один в тяжелом состоянии. 14 в состоянии средней степени тяжести. Еще один саровчанин стал жертвой болезни. 107 саровчан, контактирующих с больными, находятся дома на карантине. За сутки проведено 469 исследований. Детскую поликлинику в Старом районе построили в конце 60-х годов прошлого века. Место выбрали на территории тогда недействующего мужского монастыря. После решения о восстановлении саровской обители стало ясно, что поликлиника своим обликом выбивается из тела монастыря. К тому же на территории комплекса ограничили движение автомобилей. Было принято решение передать здание православной церкви. История детской поликлиники по адресу проспект Мира, 44, подходят к концу. Сооружение 60-х годов постройки готовят к сносу. На его месте воздвигнут здание для обитателей Саровского монастыря. Медицинские персоналы оборудования еще зимой перевезли на проспект Октябрьский, дом 6. Там будут принимать юных пациентов, пока не построят новые здания. А поликлинику под башней готовят к сносу. Летом 2020 года история этого медицинского учреждения закончится. Дело в том, что здания советского периода постройки не вписываются в архитектурный ансамбль Саровского монастыря. И рабочие уже приступили к демонтажу. Здание поликлиники на территории монастыря считается новоделом. К тому же специалисты провели экспертизу и вынесли неутешительный вердикт. Фундамент находится в аварийном состоянии. Сейчас идет второй этап сноса – очистка объекта. Рабочие вывозят из зданий металлические и деревянные конструкции, а также стекло и электропроводку. После этого начнут сносить само здание. Работы завершатся полной уборкой и вывозом строительного мусора. До 31 августа принимаются работы на пятый всероссийский конкурс «Слава Созидателям». Принять в нем участие могут школьники с 1 по 11 класс. Можно снять видеоролик с рассказом о выбранном герое. Или представить две фотографии – архивную и современную, на которой человек снят в том же месте, той же позе, в похожей одежде. И короткий рассказ о герое. Подробности на сайте Департамента образования «Сарова». Другая важная информация в подборке коротких новостей. На горячее питание в школах Нижегородской области выделят 450 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Для справки, с 1 сентября учеников 1, 2, 3 и 4 классов будут бесплатно кормить завтраками. А если они учатся во второй смену, то обедами. Согласно СанПину, завтрак должен содержать в себе от 12 до 16 граммов белка, столько же граммов жира и 60-80 граммов углеводов. Если дети учатся во второй смену, их накормят обедом. Заменять его завтраком нельзя, так как он должен быть более сытным. Содержать 20-25 граммов белка, такое же количество жира и до 100 граммов углеродов. С 18 августа городская художественная галерея начнет принимать работы на выставку художники Сарова 2020. В этом году она будет приурочена к 75-летию атомной промышленности. Экспозиция, которая откроется в сентябре, будет включать в себя живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. По опыту прошлых лет в ней примут участие несколько десятков представителей творческих кругов нашего города, каждый из которых представит свое видение Сарова. Более подробную информацию о выставке и тех требованиях, которым должны соответствовать работа участников, можно узнать по телефону 702-87 и 6-6409. В Сарове продолжается благотворительная акция «С миру по листочку». Горожане могут помочь собрать в школу ребят, семьи которых оказались в непростой ситуации. К началу нового учебного года детям купят ранцы, канцтовары и другие необходимые принадлежности. По традиции волонтеры собирают пожертвования возле крупных торговых центров. Также все, кто хочет помочь детям, могут перевести пожертвования через платформу «Я соберу». Реквизиты онлайн-кошелька, в том числе QR-код сбора, опубликованы в официальной группе волонтерского центра «Радость моя» ВКонтакте. Роспотребнадзор рекомендовал российским школам предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Ведомство опубликовало соответствующий документ. Помимо прочего, в нем говорится, что линейки 1 сентября рекомендовано провести по классам или параллелям на открытом воздухе. При этом родители должны быть в масках. В новом учебном году за каждым классом должны закрепить свой кабинет. Школьные факультативы рекомендовано проводить по выходным. Между тем, правозащитникам поступает все больше жалоб на поборы в школах на фоне пандемии. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора, учителя требуют от родителей сдать деньги на термометры и средства защиты. Хотя всем необходимым школа должна обеспечить региональные власти. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили саровчан, предлагали им сдать деньги на термометры и средства защиты. Большинство ответили «нет». Поступало подобное предложение почти 3,5% опрошенных. Нет детей школьного возраста у 28% респондентов. Детскую площадку в парке сдали в декабре 2018 года. В апреле 2019 подрядчику пришлось переделывать все недостатки и недочеты допущенной при строительстве. Тогда все починили. Но уже этим летом горожане вновь пожаловались на разрушение. Часть мафов уже нельзя эксплуатировать. Почему так получилось? Это результат установки зимы или активной эксплуатации? В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Приходится очень долго ждать, пока все уйдут, занимать очередь. И потом, когда уже наступает твоя очередь, уже прыгать не хочется. Чтобы попрыгать на батуте, Варваре приходится стоять в очереди по 20 минут. Площадка в парке Зернова еще совсем новая. Но постоянно с момента ее сдачи здесь происходят поломки. То приходит негодность покрытия, то выходят из строя разные мафы. Так и с детскими батутами. Один из них сломался, а оставшегося на всех желающих не хватает. Все хотят. Получается, много человек идет сразу. И поэтому хорошо, чтобы открыт был второй. И если часть поломок появлялись из-за неправильной установки мафов и покрытия, напомним, площадку с опозданием доделывали уже зимой при минусовой температуре, то батут сломали посетители парка. По словам сотрудников, батуты рассчитаны на нагрузку не более 70 килограммов и предназначены для детей от 3 до 12 лет. Но прыгают на нем и взрослые. Естественно, это наносит большой урон, большой процент эксплуатации, который проходит в период большого скопления посетителей детской игровой площадки. И батуты просто-напросто не выдерживают того напора, который на них ложится. И не все, естественно, посетители соблюдают правила эксплуатации батутов. Батут отремонтируют не раньше следующего лета. На конструкции слабые пружины, необходимо их менять. Стоят они недешево. И денег на них у администрации парка пока попросту нет. Так как эксплуатация финансовой детской игровой площадки у парка проходит за счет приносящей доход деятельности, на сегодняшний день парк, к сожалению, дохода у нас пока не приносит ввиду эпидемиологической ситуации. И сегодня говорить о единовременном быстром восстановлении батутов с финансовой стороны пока не приходится. Чтобы аттракционы дольше радовали саровчан, необходимо не так уж и много. Всего лишь соблюдать правила пользования батутами и прочими сооружениями. Все они написаны на входе на детскую площадку. Отдохнуть и получить за это деньги. Государство готово возмещать россиянам часть расходов, если они проведут отпуск в нашей стране. Программа уже разработана. Ее запустят в августе. Как получить кэшбэк за поездки по России, когда и кому он положен, об этом расскажем в нашем следующем репортаже. Программа возврата за отдых в России будет действовать с 21 по 28 августа. Участником может стать любой гражданин России. Все кэшбэки будут перечислять только на карту МИР. Для этого ее необходимо зарегистрировать в программе лояльности. Поездку можно забронировать на сайте мирпутешествий.рф или сделать это через турагентство партнеров программы. Оплатить путевку нужно сразу полностью. В течение нескольких дней на карту вернется часть потраченных денег. Это действует и на тур, и на турпакет. Не влияет, да. Это считается на путевку. То есть не на одного человека. Допустим, у нас едет семья, там, папа, мама, ребенок. То есть это считается в общем. И какой идет кэшбэк? Кэшбэк идет у нас от 25 до 50 тысяч рублей. Это будет 5 тысяч возврата. От 50 до 75 будет 10 тысяч возврата. И от 75 и выше 15 тысяч будет идти возврат. В любой регион России по этой программе можно поехать с 21 августа по 20 декабря. Исключение 7 регионов. Это Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Республика Крым и Севастополь, Краснодарский край и Ставропольский край. Получить кэшбэк за поездки туда можно с 1 октября по 20 декабря. Путешествие в любом случае должно завершиться до 31 декабря. Тур должен быть не меньше 4 дней и не меньше 15, там, от 15 тысяч. При этом, если человек забронировал тур до 21 августа, то компенсацию он не получит. Программа действует только с 21 по 28 августа. Все подробности на сайте мирпутешествий.рф Становление, забвение и возрождение. На территории Саровского монастыря продолжается строительство церкви в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник. Несколько недель назад художники приступили к росписи храма. Работу выполняют иконописцы Борской мастерской «Ковчег». Об истории храма и особенностях восстановления смотрите в следующем репортаже. С церкви в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник 300 лет назад началась Саровская обитель. Но по стечению обстоятельств восстанавливают этот храм последним. Первое здание церкви было деревянным и осветили его летом 1706 года. Почти 40 лет она была главной в Саровской пустыне. В середине 18 века начали строить каменное здание храма. Во время археологических раскопок два года назад специалисты определили примерное место нахождения фонтана, которое символизировало собой живоносный источник. А также обнаружили останки монахов и благотворителей монастыря. После революции в церкви располагались общежития и столовая. В середине 20 века храм сравняли с землей. Восстанавливать церковь начали весной прошлого года. Этим летом приступили к росписи стен. Работу выполняют художники иконописной мастерской «Ковчег». Мы отталкивались от старых фотографий, хотя их не так много по живоносному источнику. По интерьеру это одна фотография, пожалуй, известная, где запечатлен именно вот эта часть храма, четверик. Четверик еще заставлен строительными лесами. Роспись храма иконописцы начали с алтаря. Его будут украшать классические сюжеты. Моление о чаше, тайное вечерие, распятие, снятие с креста, вознесение. В центральном барабане нанесут изображение спасителя с державой. Работаем в стиле академической живописи, масляными красками. Соответственно, соответствующая подготовка нужна для стен. И работа начинается с эскизов, с проектов. Пока мастера только набирают обороты. Всего над росписью стен храма трудится 15 человек. Это сотрудники к написанной мастерской и саровские художники. Освящение храма планируется через год. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Все вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин